Добрый вечер в эфире телеканала ЖТСУ. Время новостей. С вами Азад Жумаханов и Сурдоперевод обеспечивает Марат Жумабеков. Смотрите сегодня. С заботой о каждом. 674 села Алматинской области обеспечены качественной питьевой водой. На очереди еще 4 населенных пункта. Есть спрос, будет и предложение. Завод по выпуску меда Алакольского района расширяет крок экспортируемых стран. Правила для всех едины. 87 толкурганцев привлечены к административной ответственности в рамках профилактического мероприятия «Безопасная дорога». За пять месяцев текущего года ВВП Казахстана снизился на 1,7%. Падение обусловлено резким спадом деловой активности в мире и стране, вызванном пандемией. Ряд действенных мер правительства Казахстана и накопление в национальном фонде позволили обеспечить уверенную динамику роста реального сектора экономики. Об этом стало известно в ходе заседания под председательством премьер-министра Оскара Мамина. Наблюдается рост социально-экономических показателей и в нашем регионе. Прирост более 5% отмечен в промышленности, свыше 2% в сельском хозяйстве и более 3% в строительстве. Причем активная доля приходится на жилищные. С начала года уже сдано в эксплуатацию 354 тысячи квадратных метров жилья, рассказала Ким области Аманды Кватала в ходе селекторной связи. Привлечено инвестиции на 168 миллиардов тенге, что больше на 6,3%, чем за аналогичный период прошлого года. Из 233 миллиардов тенге, выделенных государством, освоено уже 97%. До конца года планируется довести показатель до стопроцентного. Поступление в государственный бюджет от Алматинской области составили 203 миллиарда тенге в региональной 107. Как показывает практика, такие результаты говорят о качестве проводимой работе, что позволяет обеспечить рост благосостояния и на долгосрочную перспективу. Вот этот темп надо держать. Единственное, по воду жилья занимайтесь. Занимайтесь. И те плановые объекты, потом освоение. Это очень серьезная вещь. Действительно, все это зависит от такой планомерной, четкой, спланированной работы. 26 объектов приведут в порядок во всех 10 сельских округах Коксусского района. Здесь, благодаря госпрограмме, дорожная карта занятости впервые за много лет обновят систему водоснабжения, проведут уличное освещение, отремонтируют социальные и культурные объекты. К работам привлекаются не только подрядные организации, но и несколько сотен жителей района. В водопроводной сети поселка Балпыби более полувека. За этот срок она подвергалась только текущему ремонту и на сегодня полностью исчерпала свой ресурс. Проще говоря, стала непригодна к дальнейшей эксплуатации, из-за чего все чаще сельчане стали жаловаться на перебои с водоснабжением. Старая система, постоянные поломки, постоянный ремонт. Чаще всего мы сидели без воды. Ну а сейчас вот благодаря тому, что стали прокладывать новую трассу водопровода, я думаю, это очень даже замечательно, потому что сидеть постоянно без воды и ждать, когда эта поломка будет устранена, это очень тяжело, особенно в жаркое время и в зимнее время тоже. В настоящее время в центральной части поселка начаты работы по прокладке новой трассы водопровода с дальнейшим асфальтированием дороги. Выделены средства чуть более 1 миллиарда 200 миллионов тенге. В работах задействованы более 60 рабочих, 42 из которых местные жители. Протяженность водопроводных седей 36 километров. Из них 20 километров по улицам. Остальное к домам подключение. В данный момент производится укладка трубопровода. Диаметром 200 заканчивается диаметром 63 пластиковые трубы. В рамках ДКЗ идет и восстановление Дома культуры в селе имени Злихитом Шибаевой. Согласно проекту, здесь будет проведена полная замена кровли. Фасад утеплят и облицуют линеарными панелями. Обновится каждый уголок здания площадью около 1700 квадратных метров. Новые полы, стены, потолки и витражи. Обновятся системы пожаротушения, сигнализации, видеонаблюдения, вентиляции. Прилегающая территория Дома культуры будет благоустроена с максимальным сохранением зеленого фонда. В строительных работах задействованы 50 человек. 29 из них из числа безработных. Они трудоустроены через районы и центры занятости. На улице будет установлено отдельно на территории ДК блочно-модульная котельная. На капитальный ремонт выделено из бюджета 450 миллионов тенге. Наше ТО «Монолит» выиграло данный конкурс, заключило договор на 405 миллионов тенге. Улицы посёлка Акшатоган впервые увидят освещение. Здесь по улицам Центральной и Виноградова установлено 60 осветительных опор. Сдача объекта, запланированная на вторую декаду июля, состоится досрочно. 95% работ уже выполнено. Протяжённость двух улиц составляет 2,5 километра. На их освещение выделено 14 миллионов тенге. В ходе реализации дорожной карты занятости на этом объекте задействованы в работе пятеро сельских жителей. В целом, по району на реализацию госпрограммы «Дорожная карта занятости» выделено порядка 3 миллиардов тенге. За счёт экономии при проведении закупок в бюджет будет возвращено около 500 миллионов тенге. Удобный водопровод на смену сельским колодцам. 370 километров сети водоснабжения построено и реконструировано по итогам прошлого года в Алматинской области. В этом году планы не менее внушительны. Ожидается, что к концу года обеспеченность населённых пунктов области централизованным водоснабжением составит почти 92%. С ходом работ на одном из участков ознакомилась наша съёмочная группа. Алматинская область – лидер в Казахстане по обеспечению населения качественной питьевой водой. По итогам прошлого года центральным водоснабжением были обеспечены 674 сёла региона. В нынешнем году в этот список добавится ряд населённых пунктов Каратальского, Игурского, Аксуского и Толгарского районов. Тем самым к концу года питьевой водой будут обеспечены почти 92% населения Алматинской области. По итогам 2019 года доступ к централизованным водоснабжением получили жители девяти сёл Алматинской области, в которых проживает 9,8 тысяч человек. В текущем году в рамках общегостостных программ ведутся строительство 64 объектов водоснабжения на общую сумму 21,8 миллиарда тенге. Всего в этом году из 64 населённых пунктов до конца года в строй ведут 54 объекта. Остальные проекты переходящие на следующий год. По плану к концу года центральным водоснабжением будет обеспечен и аул Бактаба Ескельдинского района. Это давняя проблема сельчан, с которой они не раз обращались в местный Акимат. Спустя годы вопрос нашёл своё решение по госпрограмме «Дорожная карта занятости». К тому же здесь к ремонту водопровода привлекли и тех, кто в центре занятости числятся как безработные. По словам подрядчика, техники и рабочих рук достаточно. По водопроводу мы уже закончили улицу Абдашмана на протяжённости 2 километра. И так, в принципе, мы успеваем по графике. Мы сейчас работаем с Акиматом по программе ДКЗ-22. И они обеспечивают 50% людей местными людьми. Как отметили в региональном управлении ЖКХ, в этом году завершается строительство 54 проектов. Тем самым будет построено и реконструировано 825 километров водопроводных сетей. Это один из самых высоких показателей в республике. Азадж Маханов, Габит Кабдрахман, телеканал ЖТСУ. Япония, Китай, Россия. С каждым годом расширяется список стран-импортеров УТО, Лепсинск, Онымдера и Золокольского района. На стадии заключения договора Арабские Эмираты. Завод по выпуску меда уверенно выходит на мировой рынок, конкурируя с крупными европейскими поставщиками. На сегодняшний день в копилке его достижений звание золотого партнера, лучшего предприятия и лучшего товара Казахстана. ТО «Лепсинск, Онымдера» занимается выпуском меда с 2016 года. За время его существования здесь полностью обновлено оборудование. Автоматизировано и система розлива и упаковки готовой продукции. Благодаря уникальной системе обработки мед на 100% сохраняет свои вкусовые качества. Это подтверждает 15 параметров биохимических анализов. Для дольшего сохранения продукта используется современная упаковка, в том числе и липовые батманы российского производства. На сегодня казахстанские представительства предлагают жителям страны самый вкусный лепсинский мед. Планы большие, но на европейский рынок выйти. И по Казахстану тоже расширить ассортимент, еще хотим более шире представить. Часть сырья дает собственная пасека. Львиную долю качественного продукта поставляют местные пасечники. За год лепсинскую Онымдера выпускает более 100 тонн меда. На сегодняшний день насчитывается свыше 35 видов его упаковки. Для сладкоежек есть и новинки – органический компот и варенье. Из диких яблок, малины, земляники и боярышника. К слову, органический сахар для них поставляется из Украины. Я сам пчеловод в пятом поколении. И пчеловодством тоже занимаюсь на заводе. У нас есть пасека. Еще около 800 пчеловодов с нами по договору работают. С нашего региона. Гульмира Тимиргалиева, Абзал Нусипов, телеканал ЖТСУ, Алакольский район. Общественность Казахстана взбудоражили публикации в социальных сетях о передаче большей части земель или Алатаусского государственного национального природного парка в частные руки. Сегодня вице-министр экологии Ярлан Насанбаев встретился с общественными деятелями. В том числе и с известным юристом Бахаджаном Базарбеком. И дал конкретные разъяснения по поводу самого обсуждаемого на сегодня вопроса. Встреча с общественниками инициирована Министерством экологии. Вице-министр Ярлан Насанбаев ответил на публикации юриста Бахаджана Базарбека в социальной сети Facebook. Известный юрист опубликовал пост, в котором говорится о передаче почти всей территории уникального государственного национального природного парка в частные руки на 49 лет. На встрече были и ответственные лица Минэкологии, в том числе руководство самого нацпарка. Известный своими бескомпромиссными расследованиями журналист Вадим Борейко, известные общественные деятели Мухтар Тайжан и Мурат Абенов и другие лица. Вице-министр экологии заявил, что государственное ведомство всегда открыто для диалога и готово ответить на все вопросы с привлечением необходимых экспертов, так как скрывать ему нечего и все проводится в соответствии с законом. Я еще раз официально заявляю, 16 521 гектаров земли никогда не уходили с территории и не меняли своего телевого назначения. Эти земли, они как были у нас, так и остались. Мы можем в составе другой комиссии проверить. Также вице-министр отметил, что земля, о которой идет речь, является труднодоступной горной местностью, у которой отсутствует инфраструктура и, соответственно, там невозможно что-либо построить. То, что данные о собственности земель не были вовремя юридически оформлены в базе данных, не вина министерства. За это пусть отвечает структура, заполняющая данную базу, отметил Насанбаев. Слова чиновника подтвердили и специалисты национального парка. Они заверили активистов в том, что земли были и остаются в собственности государства. В подтверждение своих разъяснений представители Министерства экологии предоставили общественности соответствующие документы и карты земель. В итоге стороны договорились о еще одной встрече для предоставления ответов по дополнительным вопросам юриста-общественника, которые он намерен задать вице-министру экологии. В свою очередь господин Базарбек принес извинения госчиновнику Ерлану Насанбаеву за эмоциональный тон постов и некоторые некорректные выражения в его адрес. Таким образом, встреча закончилась на мирной ноте. Аделя Кжаркенова, Ербол Атантелов, телеканал ЖИТСУ. К новостям в республике. Точил нож и бросался на машины. На одной из ночных улиц Нурсултана сотрудниками полиции был задержан пьяный дебошер. 29-летний мужчина в нетрезвом состоянии, передвигаясь по проезжей части, точил нож и делал выпады в сторону проезжавшего транспорта. Во время задержания у него изъяли вещественные доказательства. Нож и точило. По данному факту проводится досудебное разбирательство по статье «Хулиганство». Коронавирус не преграда. В Казахстане появится умная ферма. Ее преимуществом станет использование IT-технологии. Контроль за всем процессом внутри фермы будет осуществляться дистанционно, посредством гаджетов. Казахский национальный аграрный университет и Южно-Корейский фонд коммерциализации и обмена сельскохозяйственными технологиями уже подписали договор о сотрудничестве. Новая разработка существенно повлияет на развитие сельского хозяйства. Умная ферма позволит не только обеспечить внутренний рынок овощами и фруктами, но и поставлять продукцию в соседние страны. На ПМЖ в США история дворняги из города Атерао, пострадавшего от рук живодера, получила широкий общественный резонанс. После трагического случая тысячи неравнодушных граждан шлют со всех уголков мира. Предложение принять животное. Пса по кличке Лаки также готова приютить и семья из Калифорнии. Пока что пёс Лаки живёт у волонтёров движения «Доброе сердце». Он окружён заботой и вниманием добровольцев. К другим темам о создании безбарьерной среды для инвалидов в нашем обществе разговор ведётся давно. Однако с повестки дня всё ещё не снят. Наш корреспондент Дамир Анитов лично проверил, насколько для инвалидов в нашем городе создана безбарьерная среда. Арбат – пожалуй, самая оживлённая часть города. На каждом шагу парикмахерские, ломбарды, магазины, фотостудии, аптеки. Перечислять можно долго. Каждый найдёт для себя нужное. Но доступ к этим услугам имеют не все. Пандус есть, но для кого он установлен – непонятно. Угол наклона слишком высокий. Чисто физически человек не может сюда подняться. Можно упасть и получить травмы. Для кого он установлен – непонятно. Аналогичная ситуация на большинстве частных объектов. Где-то неподъёмный угол, где-то нет поручней и так далее. Сколько времени вам надо дать, чтобы я, представляю, сказал – браво. Вот сколько лет началось. Вот видите, и на следующий год такая ситуация, и на следующий год. Ну, 10 лет говорит уже. Подобный эксперимент мы провели на более чем 20 объектах сферы услуг малого бизнеса. И ни один, по словам председателя общества инвалидов Ерлик, Розы Акжаркеновой, непригоден к использованию колясочниками. Ждём ремонта. Я смотрю, кнопка есть уже, но смысл её установить, если пандусов у вас нет. Как человек дошёл бы? Это самое, как общие, выходим сами здесь, где-нибудь всё это самое делаем. Или на улице вы делаете, берёте аналитики. Нет, мы переносим туда. А как вы переведёте? Хорошо. Да, ну это же нереально же, тут даже две мужчины, наверное, не смогут справиться. Государственные учреждения, где предоставляются государственные социальные услуги, там везде есть доступ, абсолютно везде. И оно контролируется обязательно. А вот частные структуры, к сожалению, они немного отталкивают нас. Хотя, перед открытием того или иного ресторана или магазина, они должны получить разрешительные документы. И одним из пунктов разрешительных документов обязательно должна быть доступность. И вы сегодня заметили, ограничили возможность не у меня, а вы мне создали ту ограниченную возможность, чтобы я могла свободно жить, учиться и сегодня работать. Вот эти же дороги, это тоже барьер. Те же пантусы, те же светловые табло, те же тактильные дорожки для людей невидящих, те же светофоры. Это все барьерно. Одна из наиболее эффективных мер в наведении порядка – штрафы. Однако, в соответствии нормам закона о предпринимательстве, государственные органы могут вмешаться только при обращениях и жалобах со стороны самих потребителей. Однако, за последние два года таковых не было. Мой штраф накладывать не имею права. Штрафные санкции применяются при внеплановых проверках. В внеплановые проверки, я так только что сказала, в любое здание прийти, проверить и наложить штраф. Естественно, мы не имеем права. На это есть предпринимательский кодекс, кодекс об административном правонарушении. На внеплановые проверки отдел выходит по обращению физических и юридических лиц. Отдел выявляет нарушение. Значит, кодекс об административном правонарушении следующий штраф. На должностное лицо накладывается штраф в размере 50 МРП. На объекты малого предпринимательства штраф в размере 120 МРП. Средний объект предпринимательства 200 МРП. Крупный бизнес – это 400 МРП. В Акимате о проблеме осведомлены. Соответствующая работа ведется, рассказал пресс-секретарь города Нуриджанов. По его словам, в этом году на ремонт пандусов у 34 зданий госучреждений выделено 24 миллиона тенге. Проведена паспортизация 40 объектов для инвалидов по слуху. И установлены 12 звуковых светопоров для незрячих или слабовидящих. Проблема на сегодняшний день действительно существует. Акимат города Талдыкурган об этом в курсе. Мы об этой проблеме знаем и ведем соответствующую работу. Как вы знаете, все вводимые в эксплуатацию новые здания и сооружения обязательно должны быть необходимы, то есть обустроены пандусами. Все здания и сооружения, где отсутствуют, по этим объектам, конечно, мы проводим соответствующую работу комиссионно. И выносим решения, то есть ставим сроки по устранению данных проблем. Чтобы ситуацию изменить в корне, обращения в госорганы должны быть по каждому объекту отдельно. С полным описанием проблем доступа, указанием адреса и наименования объекта. Проявить неравнодушие и подать соответствующие заявления может каждый житель города. А пока вопрос остается открытым. Дамир Анитов, Аблай Кутукпай, телеканал ЖИТСУ. Проектный офис ЖИТСУ Адалда Каланы объединил государственных служащих и простых граждан в борьбе с коррупцией. С тем, чтобы граждане могли сообщать об этих и других фактах, создан специальный колл-центр с номером 1424, звонки на которые, кстати, бесплатные. Однако, как показал проведенный соцопрос, знающих о данной линии мало. В связи с чем представителями проектного офиса принято решение о проведении дополнительных акций по ознакомлению населения с этим каналом борьбы с коррупцией. Под названием «Будь добропорядочным» сообщи о фактах коррупции на 1424. Теперь специальные наклинки появились на досках объявлений, в общественном транспорте и на автомобилях госслужащих. Проводят молодежные активисты и разъяснительную работу с населением, донеся до сведения информацию о нововведениях в антикоррупционное законодательство. Кстати, сообщившего о факте коррупции, которая имеет или найдет подтверждение, ждет вознаграждение 10% от суммы взятки. На колл-центр агентства 1424 поступило множество звонков. Из них на сегодняшний день уже более 10 фактов нашли свои подтверждения. По ним были приняты соответственные меры, разъяснительные работы проводились и другого характера относительно категориям вопросов. На сегодняшний день мы проводим такие разъяснительные работы с этих граждан, чтобы они могли знать, куда звонить, где консенсацию можно взять при случае, если в отношении них были правонарушения. Самый главный основной фактор здесь является каждому позвонившему человеку, нашему граждану в Казахстане, на этот колл-центр гарантируется стопроцентная анонимность. Правила дорожного движения для всех едины. По таким девизам, стражи порядка областного центра провели очередной этап профилактического мероприятия «Безопасная дорога». Отработки полицейских подверглись Толкурганские улицы с наиболее интенсивным движением. Нарушители в транспортном потоке патрульные экипажи выявляли по ходу своего маршрута. Удивляет тот факт, что даже видя патрульный автомобиль, водители игнорируют правила дороги. Не пристегнутый ремень безопасности, разговор по мобильному – самые невинные из выявленных нарушений. С наступлением лета и возросшей солнечной активностью на смену тонировки автомобилей пришли съемные шторки, которые также запрещены законом. Не остались без внимания и пешеходы. За нарушение ими по ДДД к административной ответственности было привлечено 87 человек. Выявлено 270 нарушений правил дорожного движения, из которых два водителя за управление транспортным средством в состоянии алкогольного пенения. Три водителя были привлечены к административной ответственности за выезд на полосу встречного движения. Также были выявлены ряд нарушений, а именно управление транспортным средством без документов. На специализированную стоянку водворено 15 автомашин. В Молдавии, как сообщают власти, за первую неделю июня было зарегистрировано рекордное количество выявленных вирусоносителей. Почти полторы тысячи новых случаев на 300 больше, чем за неделю до этого. Тем не менее, решения ослабить карантинные меры были приняты. К крайне открытым магазинам и рынкам присоединились торговые центры, а госслужащие вернулись на рабочие места. Под запретом остается посещение баров, кафе и ресторанов. Не проводятся массовые мероприятия. Закрыты также и учебные заведения. Школьники, как предполагается, вернутся за парты только в сентябре. Швейцария вновь набирает обороты ночная жизнь. В стране очередной этап смягчения карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса. Возобновили работы клубы. Правда, социальную дистанцию на танцполе соблюдать невозможно. Но беззащитные маски в заведение точно не пустят. Перед входом администрация записывает личные данные всех клиентов. Швейцарские любители классической музыки тоже спешат воспользоваться свободой, которая стала еще чуть больше. В честь открытия концертных залов в стране Женевский камерный оркестр играл Бетховена и Григо. Кроме того, в Швейцарии заработали театры и кинотеатры. Отныне здесь разрешены частные и публичные мероприятия с участием не более 300 человек. А в России возбуждено уголовное дело в отношении заслуженного артиста страны, Михаила Ефремова, влетевшего на своем автомобиле в легковушку в Москве. ДТБ произошло на Смоленской площади. Актер выехал на встречную полосу движения и тем самым произошло лобовое столкновение. Второй участник аварии, к сожалению, скончался в больнице. Ефремову может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. По результатам медицинского освидетельствования было доказано наличие алкоголя в крови артиста. Это вся информация уходящего дня. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok